Вопрос, надо или не надо обрезать черную смородину, я думаю, уже давным-давно обсуждению не подлежит. Конечно же надо. Если не будете ее обрезать, то через несколько лет вы просто лишитесь всего урожая. Ягода мельчает, урожай становится минимальный. Сейчас я покажу несколько главных принципов обрезки черной смородины. Помните о том, что черная смородина обрезается не как другие кустарники, не как жимолость, не как красная смородина и не как крыжовник. То есть у черной смородины и есть свой характер. Вот нашел у соседей кустик, немножко запущенный, но в принципе в меру это еще ничего. Видел я более запущенные кусты черной смородины. Ну вот давайте поработаем на нем. Да, помните о том, что черную смородину, конечно, лучше обрезать с осени. Конечно, весна это хорошо, но осенью поменьше работы. Ну и, конечно, если вы не успели совсем обрезать черную смородину, а уже почки начинают распускаться, тоже не заморачивайтесь. В принципе, черная смородина очень хорошо переносит обрезку и не совсем в сезон. Поэтому лучше обрезать не вовремя, чем не обрезать вообще. Кустик, в принципе, небольшой и не очень запущенный. То есть года два или три назад он все-таки обрезался. Так, ну какой инструмент нам понадобится? Вот он инструмент. Это кусторез, штука удобная очень. Это вот такая вот пилка длинная. И удобно очень выпиливать изнутри куста. Ну и секатор, секатор обычный. Итак, переходим к кусту. Кустик, как я уже сказал, небольшой. Это не потому, что его плохо подкармливали или не ухаживали. У черной смородины есть сорта и высокие, есть низенькие. Есть такие, у которых побеги направлены строго вверх. Например, сорт компактная. Или со стелющимися побегами. Например, сорт бредторп. А вот сорта этой смородины хозяева не помнят. Но она, в принципе, сортовая, очень вкусная, сладкая. Теперь давайте приступим к основным принципам обрезки. Самое главное, чтобы в кусте черной смородины были разновозрастные ветки. Вот это вот ветка старая. А старые ветки, безусловно, надо удалять. Ну как вот определить, старая она или не старая? Вот смотрите, вот это молодая ветка. Вот это ее прирост. Примерно здесь, ну, сантиметров, там, 30-40. Это нормальный прирост. Если прирост меньше 5 сантиметров, такие ветки первые кандидаты на удаление. На этой старой ветве, ну, вообще практически нет никакого прироста. А значит, и ягод на ней тоже практически нет. То есть, это ветка на хлебник. На ней только урожай вредителей и болезни. А смородины на ней нет. Итак, определяем, нормальная ветка или нет по приросту. Ну, кстати, вот смотрите, вот это я вам показал. Ветка вообще засохшая. Ну, я думаю, каждый определит, засохшая она или нет. Это санитарная обрезка. Санитарная обрезка выполняется в любое время года. Если что-то засохло, это надо обрезать и утилизировать. По поводу возраста, кроме прироста, возраст определяется еще. И вот видите, я вот показываю, смотрите, внизу у веток, у старых ветвей кора начинает трескаться. То есть, она не такая негладенькая и нечистая, как у веток молодых и веток среднего возраста. Такие ветки удаляем куста резом или выпиливаем их пилой, стараясь не оставлять пенечком. Вот вы их удалите. На их месте вырастут замещающие однолетние побеги. Кстати, если много вырежете у черной смородины, будет много замещающих однолетних побегов. И их придется вам еще прореживать. Поэтому работаем без экстремизма, вырезаем не более 1,3 куста за раз. А это вот я уже пытаюсь одной рукой работать куста резом, вернее имитировать. Сейчас все-таки я отложу на какое-то время камеру и нормально обеими руками обрежу эту смородину. Ну вот, ап, все обрезал. Не спешите меня сразу критиковать, я обрезал по самому-самому минимуму. То есть я не занимался формирующей обрезкой. Я просто вот слегка привел куст в порядок, вырезав все старые ветки, которые уже не плодоносят. Пусть растут молодые побеги, а вот это то, что я отрезал. Ну, видите, где-то примерно 1,3 куста так и получилось. Так что большого количества побегов первого года здесь уже не будет. Но если бы они были, ну, оставляете парочку молодых побегов на замену. Основной принцип такой, чтобы в кусте были разновозрастные побеги. То есть первого, второго, третьего, четвертого года. Ну, а как правило, уже на пятый все. Так, а это я вам показываю пораженной стеклянницей побег. То есть мы вырезаем старые и больные. То есть пораженной стеклянницей побег, вот видите, вот у него серединка такая черненькая. Они тоже не дают нормальную ягоду, у них нет ежегодного прироста, и их надо, безусловно, вырезать. В данном случае мы боремся не с гусеницей стеклянница и не с бабочкой. Мы боремся с последствиями, а о том, как бороться уже со стеклянницей самой, я расскажу как-нибудь в следующем выпуске.